Российские войска продолжают вести огонь по украинским территориям. В ночь на 21 августа прогремели взрывы в Харьковской области, Одессе и Николаеве. Непростой выдалась ночь и в Сумской области. Враг обстреливал приграничные районы более 40 раз. Об оперативной обстановке на фронтах смотрите далее в материале наших коллег. В ночь на 21 августа и весь минувший день российские оккупанты обстреливали Харьковскую область. Обстрелы подтвердил глава областной военной администрации. По словам Олега Сенегубова, ракеты были выпущены из российского Белгорода. За прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковщины обстрелами. Под огнем оказались Харьков, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, горели гаражи, офисные здания. На месте попадания 18 августа ракеты в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе вчера продолжались поисковые работы. Найдены тела еще трех погибших. Таким образом, общее количество погибших от этого удара насчитывает 18 человек. Олег Сенегубов, глава Харьковской областной военной администрации в Телеграм. Также в Харьковской области вводят длительный комендантский час. Он начнется в 19.00 23 августа и продлится до 7 утра 25 августа. Также комендантский час теперь будет ежедневно с 19 до 7 утра. В это время запрещено передвигаться по улице пешком или на транспорте. В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Произвел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов «Кроссовка», «Великие проходы», «Черняки», «Песчаная» и «Печенеги». Враг нанес авиационные удары возле Прудянки и Верхнего Салтова и вел воздушную разведку недалеко от русских Тишек и Золочева. В генеральном штабе ВСУ сообщают о продолжающихся боях по направлениям «Железная балка Нью-Йорк» и «Новоселовка-Нью-Йорк». Украинские войска сдерживают наступление противника. На Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия. На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Иванодарьевки. Вел наступление в направлении Берестова-Иванодарьевка. Успеха не имел. На Бахмутском направлении обстреливал позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов «Солидар», «Яковлевка», «Зайцево», «Шумы» и «Железная». Нанес авиаудары неподалеку от Зайцева, Бахмута и «Солидара». Также в соцсетях появилось сообщение о возможной детонации склада боеприпасов во временно оккупированной Горловке Донецкой области. По информации оперативного командования ЮГ, российские войска ведут боевые действия вдоль занятого ими рубежа обороны и несут потери. За сутки на южном направлении уничтожена самоходная пушка «Гиацин», два вражеских танка Т-72 и шесть единиц бронированной техники. Нашей авиации нанесено пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка. В 7-й десантно-штурмовой дивизии уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах. По Одесской области ночью нанесен ракетный удар. С акватории Черного моря враг выпустил пять ракет «Калибр». Две сбили ПВО, а три попали в одно из сельскохозяйственных предприятий. Пострадавших нет. Также ночью подвергся обстрелу Николаев. По предварительной информации, удар был нанесен ракетами типа С-300. Предварительно пострадавших нет. Елена Михайловская, специально для информационного марафона «Фридом» телеканала «Юэй». Карта войны по состоянию на очередной день сопротивления российской агрессии выглядит следующим образом. Американский институт изучения войны сообщает, что во временно оккупированном Крыму официально подтвердили информацию о том, что беспилотник попал в штаб-квартиру Черноморского флота. Позже так называемый губернатор Севастополя, назначенный Российской Федерацией, самопролошенный по факту Михаил Развожаев, заявил, что российские войска не смогли сбить беспилотник, в результате чего он попал в штаб-квартиру. Но потом он эту информацию отозвал, сказав, что беспилотник сбило ПВО, а его обломки попали в штаб-квартиру. Также в продолжении темы временно оккупированного Крыма, сейчас российские оккупационные чиновники в Крыму рассматривают вопрос об укреплении безопасности на полуострове после нападения на российскую военную инфраструктуру. И сейчас активно перегоняется военная техника во временно оккупированной Крыме и создается так называемое укрепление. Это информация Американского института изучения войны. Что касается Генерального штаба Вооруженных сил Украины, тут также сообщают, что сейчас ведутся бои практически на всех направлениях в районах Донецка и Луганска. Самые ожесточенные ведутся на Бахмутском направлении. Велись со стороны временно оккупированных территорий, со стороны Российской Федерации обстрелили позиции Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Солидар, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное. Также наносились авиаудары неподалеку от Зайцево, Бахмута и Солидара. Важно отметить Авдеевское направление. Обстрелы зафиксированы в районах Маринки, Водянова, Александрополя и Песок. Российская Федерация нанесла авиационные удары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Маринки, Водянова и Красногоровки. Ну и также стоит отметить Николаевское направление. Тут ведутся наступательные сражения в направлении Васильки Благодатное. Российская Федерация имеет частичный успех, но, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, этот успех достигли Вооруженные силы Российской Федерации с огромнейшими потерями, которые Российская Федерация постоянно скрывает. Ну и далее тоже по информации, которая сейчас озвучивается, России нужно будет перебросить часть сил от линий фронта, чтобы защитить Крым. Об этом пишут в Институте изучения войны. Там аналитики отметили, что Москва использовала все типы сил безопасности, в том числе и Российскую Гвардию. Следовательно, длительная неспособность остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе. Кроме этого, растущая беспокойность общества могут свидетельствовать пробки, которые наблюдаются на выезде из оккупированного полуострова, говорят в отчете изучения войны. Мы сейчас много обсуждаем по сакральным датам, говорим, сакральная дата это 24 августа, день независимости Украины, для россиян это сакральная дата. И здесь обязательно говорят о том, что здесь важный момент, что нужно быть в безопасности, нужно соблюдать все правила безопасности в этот день. И вот в МВД Украину призывают украинцев не пренебрегать этими правилами безопасности, но уточняют 23-25 августа. Будем позже говорить тоже с нашим экспертом. Важный момент безопасности не только, есть мнение у военных экспертов, что не только на 24 августа могут быть провокации со стороны Российской Федерации, но и также на следующий день риск сохраняется. А я добавлю, что по информации оперативного командования ЮГ, вблизи временно оккупированного Крыма в Черноморском регионе сейчас базируются три корабля, которые на себе несут десятки крылатых ракет-калибр. И поэтому, Аня, ты правильно говоришь, риск нанесения ракетных ударов со стороны временно оккупированных территорий, в том числе Российской Федерации, в том числе Беларуси, сохраняется, к сожалению, всегда. Поэтому, да, воздушными тревогами пренебрегать не стоит. Как только ее слышите, сразу бегите в укрытие. Я бы хотел еще добавить очень интересный момент, о котором в российских медиа сейчас умалчивают. Либо, как мы уже заметили по информации Американского института войны, по поводу удара беспилотника по штабу Черноморского флота. Российские оккупационные чиновники в Крыму сообщили об очередном нападении беспилотника на штаб Черноморского флота России. Они сначала подтвердили, но потом, когда, видимо, поняли, что если подтверждают, что беспилотник попал, значит, вот эти все псевдо-современные ПВО в Крыму, они не работают, и беспилотники просто не могут сбить. Позже эту информацию затерли, Развожаев ее удалил и сказал, нет, я ошибся, беспилотник таки сбили, но почему-то осколки все равно попали в штаб. Вот где несостыковка. Российская пропаганда это замалчивает. Причем тоже интересный момент с постами. Каждый раз это и Медведева касается, это и пост преда Российской Федерации в Вене тоже. Мы постоянно говорим о том, что озвучивается определенная информация, они публикуют пост. Потом, например, как в случае с Медведевым, он говорит, ой, мне там страничку взломали, это не я писал. Но на самом деле при этом вбросы идут в общество, в информационное поле, идут довольно-таки очень сильные посылы, где говорят о геноциде, ну а потом, видите, как и придраться к ним якобы нельзя, потому что, мол, это не мы публиковали, это нас взламывало. Интересная тактика. Но, как говорят в современном мире, не в России скрины не горят. Да. Валерий Рябых, военный эксперт, с нами на связи, с ним эту тему сейчас более подробно обсудим. Валерий, рада приветствовать, здравствуйте. 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 Добрый день. Ну что ж, мы тут очень много говорим о временно оккупированном Крыме. Более того, хочу отметить, вот у меня очень зацепила информация касательно беспилотника, который попал в штаб Черноморского флота. Сначала подтвердили, что беспилотник попал, все видели видео, как как раз верхние этажи горят. Потом Разважаев сам себя опроверг, сказал, что беспилотник сбили, это просто попали осколки. А вот вы, как военный эксперт, объясните, пожалуйста, в целом, ПВО способна сбивать малые беспилотники? Я не говорю о больших, а о малых, которые предварительно там была модель, как говорят, это, возможно, китайские беспилотники, китайского производства. Способны ли ПВО уничтожить такие беспилотники, малые? Ну, в связи с тем, что в современном мире беспилотники играют все большую и большую роль, конечно же, проблемой для многих становится борьба с беспилотниками. Поэтому в развитых странах уже давно задумывались над этой проблемой, и речь всегда шла, как вот даже о совершенно малых беспилотниках гражданского назначения, которые могут, например, мешать тем же авиаполётам в районах аэропортов. Поэтому сейчас появилось достаточно много систем, которые успешно могут противодействовать беспилотникам, и прежде всего, конечно же, коммерческого направления. Что касается вот того беспилотника, который поразил цель в виде штаба Черноморского флота, ну, его идентификация говорит о том, что это может быть действительно беспилотник не военного назначения, это гражданский беспилотник, может быть, который, скорее всего, дооборудован для использования в качестве беспилотника «Камикадзе». И нужно сказать, что если говорить вот о конкретном беспилотнике, который поразил штаб Черноморского флота, то, по большому счёту, это достаточно крупный объект с размахом крыльев до пяти метров. И поэтому, в принципе, он может быть достаточно заметен и в радиолокационном поле, и, по сути, против него можно было применить какие-то средства. Но, видимо, то, что беспилотник практически беспрепятственно достиг своего назначения, то есть определённые проблемы у государства-террориста с обеспечением собственной безопасности и, прежде всего, в сфере противовоздушной обороны. Потому что, как бы не заявляли представители оккупационной власти, беспилотник либо достиг этой цели, либо он упал туда, когда его подбили, и результат всё равно одинаковый. Потому что беспилотник этого класса, о котором мы говорим, он может нести где-то приблизительно до 50, а то и более килограмм взрывчатого вещества. То есть это достаточно серьёзный ударный боеприпас. Хотя, скорее всего, возможно, он модифицирован каким-то кустарным методом, но, по сути, оказался достаточно эффективным и для того, чтобы преодолеть вот ту так называемую многоэшелонированную систему противовоздушной обороны, о которой так говорят много в стране агрессори. И заверяя жителей этой страны, в частности, временно оккупированного Крыма, о том, что им обеспечивают какую-то там безопасность. Но по факту мы видим, что всё-таки, видимо, где-то есть дыры в этой системе безопасности и достаточно существенные. Продолжение темы касательно временно оккупированного Крыма. Скажите, пожалуйста, очень много разговоров сейчас идёт касательно уничтожения боевых складов с российскими боеприпасами. Генштаб вооружённых сил Украины, подчеркну, ничего не говорит касательно этих ударов. По информации Михаила Подоляка, по последней информации, которую он заявил в эфире телеканалу «Дождь», он сказал, что Киев не причастен к этому, ВСУ не причастна к этому. Но сейчас какие есть возможности или какие же нужны возможности для того, чтобы уничтожить или нарушить, разрушить частично Крымский мост, авиабазы, которые находятся чуть ли не по всему временно оккупированному Крыму? Есть ли сейчас у вооружённых сил Украины такие возможности? Исключительно из официальной информации, понятное дело. Ну, это вполне естественно, что на данном этапе отрицается какая-то причастность вооружённых сил Украины к подобного рода взрывам на военных объектах в оккупированном Крыму. Но от этого не становится оккупантам проще. Видимо, вот та же мантра, которая повторяется постоянно о том, что это какая-то там преступная халатность самих российских военных, позволяет уничтожать авиационные базы и другие важные в военном отношении объекты на территорию оккупированного Крыма. Но по большому счёту это не меняет сути дела, потому что результат всё равно одинаковый. Кто бы не уничтожил или сами оккупанты, или вооружённые силы Украины. И мы даже заметили, что когда была уничтожена авиационная база в САКах, то на следующий день Генеральный штаб себе смело прибавил количеству потерь и те же 9 самолётов, которые были уверенно уничтожены на этой базе. Но я думаю, что это даже была оптимистическая оценка, потому что, скорее всего, выведено из строя было больше самолётов, что и подтвердили иностранные эксперты недавно. Что касается возможностей потенциальных украинских военных действовать на территории Крыма и уничтожать военные объекты, то они уже являются достаточно серьёзными и, конечно же, могут быть усилены при помощи наших партнёров. Прежде всего, конечно же, речь идёт о предоставлении ракет «Атакамс» для использования совместно с системами «Химарс». Но на данный момент эксперты говорят о том, что, возможно, достигли степени готовности и украинские системы, системы украинской разработки, такие как «Гром» оперативно-тактический комплексы, также, возможно, была адаптирована версия «Нептун» или использована в том варианте, который есть, противокорабельного комплекса для нанесения ударов по наземному объекту. Могла быть и теоретически это возможно. Ну и, соответственно, не исключается возможность применения каких-то других средств, которые могут быть либо модернизированы, либо созданы с получением возможности передачи для Украины каких-то элементов подобных систем от наших партнёров. Речь не идёт не о готовых изделиях, а, возможно, о каких-то системах, которые можно было бы адаптировать для увеличения дальности поражения противника или для, скажем, уверенного наведения на какие-то цели. Но это всего лишь одна составляющая. Не менее важной составляющей являются силы специальных операций и подразделения специального назначения, в том числе и те, которые отвечают за действия сил сопротивления. И то, что вот в последнее время мы видим достаточно много случаев. И что самое главное, вот даже в оккупационной администрации и в Кремле, вернее, даже в военном ведомстве Российской Федерации признали, что это может быть диверсия. Вот, в частности, если говорить о Джанкуе, то там уже говорить и как о уверенных действиях самих сил специальных операций, так и о возрастающем потенциале сопротивления местных сил. И нужно сказать, что это вполне такая вероятная версия, потому что все же Крым – это Украина. И невзирая на то, что Крым оккупирован был достаточно давно, все это время мы слышали о каких-то проявлениях все-таки проукраинских настроений. Невзирая на все те репрессивные механизмы, которые применяли оккупационные силы и на оккупированном полуострове. Валерий, говоря об актуальной информации на фронте, о ситуации, в частности, давайте, на востоке Украины, Донецкое направление, исходя из того, что сейчас там происходит, и исходя из того, что может быть на следующей неделе, потому что звучала информация от президента Украины Владимира Зеленского. Он говорил, что на следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое. Мы здесь в студии с Олегом обсуждали, что вот эти сакральные даты для Российской Федерации важны, и они могут готовить провокации. Ну, у нас есть те основания для того, чтобы опасаться именно каких-то подлых и нечеловеческих действий от этого государства-террориста. Потому что, ну, даже если опираться на ту статистику, которая была опубликована представителями украинской власти, что за все это время со стороны Российской Федерации было нанесено 22 тысячи ракетных, артиллерийских ударов и авиационных по территории Украины. Из них только 300 подобных ударов, чуть, может, более 300 были нанесены по военным объектам. Все остальное – это попадание в гражданскую инфраструктуру, в школы, детские сады, в дома, вот как мы видели в субботу в Вознесенске. Бессмысленные удары, которые предназначены только для достижения одной цели – терроризировать население Украины и подавить волю к сопротивлению. Конечно же, вот с подходом праздников, которые, ну, очень такие чувствительные для любого украинца, противник может применить какие-то средства именно для того, чтобы терроризировать население и испортить праздник. И об этом может говорить, например, такие факты, что вот и по сообщению сегодняшнего оперативного доклада Генерального штаба вооруженных сил Украины на территории Белоруссии могут и продолжают накапливаться средства противовоздушной обороны, что может так и последовательно свидетельствовать о наращивании сил системы противовоздушной обороны. Не исключается, что для обеспечения действий вражеской авиации. Может свидетельствовать о возможности нанесения массированного авиационно-ракетного удара с территории Беларусь уже в ближайшее время. И не нужно исключать его как раз вот в период празднования. И, ну, что говорит там, допустим, о дальнейших направлениях. Мы видим, что противник сосредотачивает основные усилия на Донецком направлении, ведет отвлекающие действия на Харьковском направлении. И вот отмечается активное применение противником авиации при решении задач на Бахмутском направлении, на Авдейском направлении, в том числе там на ряде направлений, в целом на Запорожском направлении. Также вот Генеральный штаб говорит о том, что противник активизировался и на Николаевском направлении. Причем вот по сообщению последнего, последнему сообщению Генерального штаба имел определенный успех в районе там трассы М-14. И противник, конечно же, активизируется в это время. Но в целом вооруженные силы Украины уверенно сдерживают натиск противника и готовы к отражению любых атак. Нужно сказать, что на фоне желания применить ракетные обстрелы растет и возможности Украины в противодействии этому. Последние атаки противника ракетные были отражены практически на 100%. Мы видели ситуацию, когда те же ракеты «Калибр» из залпов там несколько ракет от 4 до 8 практически полностью уничтожаются нашей системой противовоздушной обороны. Но все равно не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги населению и постоянно перемещаться в укрытие для того, чтобы сохранить свои жизни. Валерий, исходя из ваших слов, тогда еще два уточнения. Все же по ситуации на Донецком, например, по ситуации в целом на Востоке сейчас Украины, исходя из вот этих дат и прогнозов, что ли, или ожиданий, опасений, наверное, скорее всего, на следующую неделю, поменяется? Может ли там поменяться ситуация именно на фронте? И тоже, исходя из ваших слов по Беларуси, что могут готовиться ракетные удары с этой стороны, то по северу Украины тоже будут ли какие-то, могут ли быть какие-то изменения? Что думаете? Ну, если говорить о восточном направлении, в частности, о тех районах Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем Украины, то следует ожидать дальнейших ударов, потому что как раз для противника вот эти районы, они являются нечто таким, что действует как определенный такой вот раздражитель, как бельмо в глазу, потому что, ну, если взять тот же Краматорск, который за последние там семь лет развился до достаточно комфортного города, где жители себя чувствовали защищенными именно благодаря тому, что этот город был под контролем Украины, мы видим, что сейчас разрушаются все объекты гражданской инфраструктуры, в частности, разрушаются заведения образовательные, вот было разрушено два высших учебных заведения, были нанесены удары по школам. То же самое мы наблюдаем в Славянске, в Бахмуте, в тех же городах, которые также были вот таким символом украинского возрождения после попыток в 2014 году их оккупировать и повести по тому пути, по которому повели вот эти оккупированные территории Донецкой области. И сейчас, конечно же, противник, особенно во время праздников, будет наносить как можно больше ударов, потому что для противника это имеет какое-то символическое значение и будет стараться нивелировать все достижения, которые мы видели здесь. Что касается белорусского направления, все же пока речь не идет о сухопутной наступательной операции, потому что пока подобных сигналов мы не видим ни со стороны украинской разведки, ни со стороны генерального штаба, но все же не следует исключать ракетных ударов и действий авиации с этого направления. Поэтому особо внимательным в ближайшие дни нужно быть к сигналам воздушной тревоги. Если вернуться к Донецкому направлению, то генеральным штабом вооруженных сил Украины сказали, что Российская Федерация имеет успехи по завоеванию территорий, по факту, но с огромнейшими потерями. Я же напомню, что украинская страна, вооруженные силы Украины и военное руководство Украины в приоритет ставит жизнь, сохранение жизни, как людей, которые там проживают, так и военных. Но тут мы как раз видим абсолютно разную вертикаль с пониманием и ценностью жизни, как с украинской стороны, так и с российской. Но тут объясните, пожалуйста. Мы видели ситуацию в Луганской области, в Северодонецком, Лисичанском. В Северодонецке велись бои чуть ли не два месяца на двух улицах. И все-таки Российская Федерация захватила эти территории. А расскажите, пожалуйста, какие трудности сейчас на временно, подчеркиваю временно, захваченных территориях Украины, сейчас наблюдаются для вооруженных сил Украины в дальнейшем контрнаступлении и освобождении от российских военных этих территорий? Ну, если говорить о временно оккупированных территориях, особенно вот Луганской области, это в основном местность на которой преимущественно велась сельскохозяйственная деятельность. И вот только вот агломерация городов Северодонецк и Лисичанск являются промышленной зоной, где сосредоточено как большое количество населения, так и большое количество предприятий. было характерно так плотной застройкой. Что касается вот самой этой территории, сейчас она приходит в упадок и противник не вкладывает силы и средства восстановления этих территорий, в обеспечение нормальной жизни на них, пока не наблюдаются признаки какой-то подготовки вот этих территорий там к функционированию как гражданских объектов. И прежде всего противник эти места оборудовывает для, в качестве военных объектов, в том числе и, возможно, опасаясь контрнаступления вооруженной сил противника на этом направлении. Вот с точки зрения того, что может быть в дальнейшем, ну, будем смотреть, но можем предполагать, что при проведении контрнаступления вооруженные силы Украины могут наносить удары в более удобных местах, взяв вот подобные агломерации, как Северодонецк и Лисичанск в оперативное окружение, с тем, чтобы как можно меньше положить украинских бойцов, но таким образом достичь успехов. И поэтому, что это вкладывается в ту логику действий Генерального штаба Украины, которую мы увидели до этого времени. Услышали вас. Спасибо огромное за то, что вы приснились к нашему эфиру. Валерий Рябых, военный эксперт, был напрямую в связи с нашей студией.